здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня я предлагаю вам описание вот этой работы джемпера триам который связан для моей дочери Катерины 44 размера как вы видите я 50 размера и на меня это изделие тоже налезает ну в общем так что здесь примечательного джемпер не смотрите что длинные рукава они будут перевязываться просто сейчас дочь дочери нет рядом она находится очень далеко от меня когда это изделие будет у дочери мы примерим какие какой длины рукава нужно будет здесь по низу переда вывязана выточка для того чтобы изделие видите на груди у дочери поменьше грудь у меня чуть-чуть вверх подпрыгивает на дочери на фигуре это будет все очень прямо без подпрыгивания наверх выточка здесь вывязана здесь вывязан скос плеча обязательно здесь есть вырез горловины по переду вырез горловины по спинке кетлевка из-под тамбурного шва рукав вывязан от проймы вниз ну в принципе очень простое изделие со спущенным причем сейчас мы с вами пройдем за стол я вам подробно расскажу как вязать такое изделие дорогие друзья если вы посчитаете это видео полезным для себя внизу в инфобоксе я вам оставлю свой номер карты сбербанка и вы можете перевести любую сумму в благодарность за видео и если оно для вас предоставляет хоть какой-то интерес благодарю вас за поддержку и понимание ну что давайте пройдем к столу расскажу из чего вязала как вязала чем вязала и все нюансы работы джемпер я вязала из двух видов пряж пряж пряжа номер один ее я использовала брала в одну нить одна нить это 8 тонких ниточек отдельных скрученных между собой это пряжа в составе бобинная пряжа в составе которой хлопок и вискоза сочетание не знаю эта пряжа пришла мне в подарок 300 метров на 100 грамм ее толщина вязала в одну нить расход именно этой пряжи составил двести сорок два грамма вторая нить это была нить лидии ее я использовала в две нити одну нить брала а сбоку одну с центра вязала в две нити это пряжа лидия пряжу приобретала в магазине дель у эльвира костенко внизу оставлю ссылку и на магазин и на эту пряжу а также промокод который дает вам трехпроцентную скидку пряжа московской фабрики лидия чистая шерсть 1613 метров на 100 грамм розовый цикламен цвет у меня расход в две нити этой пряжи составил 173 грамма общий расход пряжи во-первых общий метраж у меня был то есть вот это две нити и плюс это одна нить 3 нити пряжи у меня толщина получилось двести девятнадцать метров на 100 грамм расход четыреста одиннадцать грамм шоссе что составило 900 метров то есть 900 метров ушло лидии в два сложения 900 плюс 900 будет 1800 и 900 метров вот этой пряжи повторюсь смешанный метраж составил двести девятнадцать метров на 100 грамм поговорим дальше как вязать для начала я предоставлю вам написанную схему и может быть кому-то этой информации будет достаточно тогда вы можете сделать скриншот и дальше уже мое видео не смотреть но вам может быть не нужно все основные параметры я вывела в эту ширина готового изделия у меня составила пятьдесят семь сантиметров высота всего изделия сорок шесть сантиметров глубина проймы от нижней точки проймы вот от этой и до самой верхней точке не до сюда а до самой верхней точке включая скос плеча вот это считается глубина проймы глубина проймы 25-27 сантиметров 10 сантиметров отвязаны резинки 36 сантиметров отвязана до скоса плеч 10 сантиметров скос плеч ширина плеча 17 сантиметров ширина выреза горловины 23 сантиметра обвязка по воротнику у меня 5 сантиметров обхват ширина рукава 17 сантиметров длина рукава нужно делать сорок семь сантиметров включая манжет я сделала 57 10 сантиметров мне распускать 47 включая манжет 39 сантиметров это внизу рукава до низа рукава до проймы то есть здесь остальные 8 сантиметров это у нас получается вот окат рукава 8 сантиметров расстояние 47 минус 39 здесь будет 8 я вязала образец заверяла свою плотность в петлях и в рядах и перемножила все получившиеся цифры в ряды и петли все на рисунке предоставлено ну начнем папа потихонечку потихонечку начнем изделие вяжется снизу вверх сшивными деталями отдельно перед отдельно спинка сшивается по бокам матрасным швом вот боковые швы есть все как положено начинала я вязать со спинки и так на спицы три с половиной миллиметра у меня все изделие включая манжеты кроме горловины связано на спицах три с половиной миллиметров на спицы три с половиной миллиметра я набрала 150 петель и вязала резинкой 2 на 1 на высоту 10 сантиметров сейчас я объясняю как вязать спинку дальше мы вяжем прямо гладью до скоса плеч это расстояние у нас 10 плюс 36 от начала вязания если от начала вязания то 46 сантиметров если от резинки мерить то 36 сантиметров дошли до скоса плеч и дальше мы начинаем оформлять скос плеч дойдя до выреза горловины начинаем делать вырез горловины и так про скос плеч мы дошли до сюда и начинаем вывязывать скос плеч не доходя каждый раз слева и справа какое-то количество петель какое количество меня вот здесь предоставлено у нас в начале в самом начале я не дохожу один раз одну петлю и потом 21 раз я не дохожу каждый раз по две петли скос плеча достаточно глубокий потому что изделие достаточно широкая поэтому скос плеча должен быть большим не маленьким 23 сантиметра а глубоким обратите на это внимание аж целых 10 сантиметров у меня то есть каждый раз сначала один раз одну петлю не доходя до конца и потом 21 раз по 2 петли на скос плеча у меня приходится 43 петли на горловину 64 петли и на второй скос 43 43 плюс 43 плюс 64 будет 150 петель которые я набрала и вяжем туда-сюда укороченными рядами не довязывая каждый раз какое-то количество петель а мы дойдем до выреза спинки а это у меня сейчас скажу сколько сантиметров около четырех сантиметров вырез горловины по спинке что составляет 16 рядов мы вывязываем вырез горловины по спинке следующим образом на горловине по спинке у нас 64 петли приходится среднюю часть 22 петли мы оставляем нетронутой вот эту часть и слева и справа ставим маркеры сначала один раз пять петель отмечаем маркером 3 петли маркер 3 петли 3 петли 3 раза 3 по 3 петли 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле ставим маркера и вяжем вяжем сюда не довязываем здесь две петли разворачиваемся приходим сюда не довязываем первый раз 5 петель разворачиваемся приходим сюда, не довязываем 2 петли. Разворачиваемся, приходим сюда, не довязываем 3 петли. Сюда 2, сюда еще раз 3, сюда 2, сюда 3, сюда 2, сюда и сюда 2, потом здесь 2, здесь 1, сюда 2, здесь 1, сюда 2, здесь 1. И приходим вот к этой точке. Все, когда мы пришли к этой точке, следующий я провязываю один ряд по плечу как бы соединяя все наши поворотные петли провязала и петли плеча лучше оставить на не закрытыми сделать потом спередом трикотажный шов по открытым петлям здесь я делала методом трех спиц у меня вот в этом случае получился небольшой уголок если вы будете закрывать не методом трех спиц а трикотажным швом что я вам рекомендую сделать вот этого остренького уголка не будет у вас будет растягиваться шов ровно также как растягивается само полотно спинки и полочки видите спинка и полочка растягивается хорошо а шов стабилизирует держит вот так делать не надо не закрывайте петли оставьте их открытыми и сошьете трикотажным швом провязав одну часть скоса и спинки возвращаемся к другому и аналогично симметрично провязываем все то же самое подойдя сюда и опять один ряд провязываем соединяя как бы все сглаживая все кривые наши петли двойные да или каким образом делаете поворотные ряды это на ваше усмотрение зависит от пряжи и вот ваших рук спинка отвязана переходим к переду на по переду внизу изделия необходимо сделать вытачку а необходимо потому что изделие широкое даже если у вас не сильно большая грудь все равно у вас изделие будет подергиваться вот так вот на грудь все равно но вздернется поэтому я рекомендую а уж если у вас большая грудь то уж точно нужно делать вытачку но вытачку в данных изделиях когда у меня такие широкие изделия и вставляю не сюда на вставляю вниз вниз изделие вот если я сейчас переверну видите вот моя вытачка то есть у меня спинка короче чем перед середина причем края у меня одинаковые а середина переда глубже чем спинки вот на такое количество у меня это пять сантиметров здесь просто так пока легло пять сантиметров в расчете было как мы вяжем перед также на спицы три с половиной миллиметра мы набираем все те же 150 петель провязываем резинку два на один и потом после того как мы провязали резинку мы начинаем вывязывать с вами вытачка вывязывается следующим образом 46 центральных петель переда я отмечаю маркером и потом слева и справа от них я отмечаю ставлю маркер 8 раз по 5 петель то есть вот 46 петель выделила потом 5 5 5 5 5 5 8 раз маркеры ставлю и у меня в конце останется 12 петель вот здесь в конце моего вязания нетронутыми то есть здесь будет прямо здесь будет прямо а все остальное будет вот так вот уходить вытачкой вот как бы сглаживая спинку с передом соединяя и с другой стороны от этих 46 петель делаю аналогичные в конце тоже останется 12 петель вяжу я следующим образом дохожу я до маркера вот 46 петель у меня вот дохожу до этого маркера по лицевой стороне дошла развернулась пришла к этому маркеру а этот маркер уже убрала пришла к этому маркеру сняла его развернулась поворотные петли делаю на свое усмотрение какие вам и ваши пряжи нужны развернулась пришла сюда провязала еще пять петель то есть дошла до следующего маркера получается добавила 5 петель маркер сняла прошла сюда до следующего маркера потом сюда до следующего сюда и таким образом я вывязываю полотно и получается что у меня перед увеличивается бога стоит бока остаются прежними после того как я возьму в работу все паст все маркеры у меня исчезнут я довязываю до конца разворачиваюсь довязываю до конца и все и пошла вязать прямо вверх и теперь внимание я замеряю мне же надо тоже также отвязать 46 сантиметров от начала вязания до скоса плеч либо от конца резинки вот вот от этой полосы до скоса плеч 36 сантиметров только я замеряю не по средней части переда а замеряю строго сбоку потому что сбоку у меня будет провязано на 5 сантиметров меньше чем по глубине переда глубину переда я не учитывал уже все делаю по боку дошла до выреза горловины и скосом плеч и делаю вырез горловины и скос плеч по переду вырез горловины по переду и скос плеч я начинаю делать одновременно то есть я делю вот эти центральные наши 22 петли по переду оставляю нетронутыми и сразу уже начинаю делать с одной стороны скос плеч с другой стороны вырез горловины с одной скос плеч с другой вырез горловины то есть по переду горловина глубже чем по спинке одновременно со скосом плеч делаю следующим образом 22 петли центральные потом один раз 5 петель так же как и на спинке три раза по три петли два раза по две петли и три раза по одной петли все то же самое как на спинке но потом недостающие ряды у нас их будет здесь по моему не 26 а где-то 24 наверное ряда мы провязываем просто прямо то есть мы делаем вырез горловины как на спинке только спинка у нас бы тут закончилась а дальше мы провязываем прямо вот у нас скос плеча получается с вами 21 плюс 1 22 раза в каждом разе два два ряда 44 ряда и вырез горловины по переду получается тоже 44 ряда вот у меня написано 46 на 44 на 2 ряда меньше значит здесь прямо не 26 рядов а 24 вот и как как по спинке также здесь 12 петель оставили провязали до конца не захватили последнюю одну петлю скос плеч что по спинке по переду у меня одинаковый и вяжем дальше одну петлю не забрали развернулись пришли сюда здесь не захватили пять петель пять петель развернулись пришли сюда не захватили две петли пришли сюда три петли здесь две ну везде здесь будет по 2 здесь 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 все вот досюда у вас вырез горловины у вас будет отвязан дальше мы по горловине вяжем прямо формирую кромочную петлю просто ничего не не убавляя не прибавляя просто доходим до скоса скос убавляем по две петли приходим сюда здесь вяжем прямо кромочная петля последняя разворачиваемся приходим сюда не добираем две здесь прямо и таким образом вывязываем вот этот уголок и вот здесь вот неточка наша остается последний ряд как бы стабилизирующий делаем по рукаву соединяя все наши поворотные петли и и можете сразу уже соединить спинку с передом трикотажным швом по открытым петлям потом мы вяжем с вами вторую часть горловины вторую часть нашего скоса плеча и горловины тоже самое аналогично как по симметрии как эту часть вязали так и эту вяжем 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 формируя вырез горловины и скос плеча все также можно сшить петли и после того как у нас сшились плечевые скосы мы изделие отправляем стирку ну я рекомендую так сделать потому что обработку горловины и рукава вшивать ввязывать удобнее уже нашиты полотно мы уже видим как она после стирки деформируется как она ляжет что с ним будет в общем все постирали и только потом делаем приступаем к дальнейшему вязание стирали в теплой воде можно шампунем для волос просто постирать и в разложенном виде в горизонтальном сушим это изделие после того как она высохла я люблю вязать сначала горловину а потом рукава горловину я вам оставлю внизу видео подробное по петельные как делать там кетлевку горловины из-под тамбурного шва я проложила тамбурный шов сделала кетлевочный карман по лицевой стороне и по изнаночной стороне объединила соединила петли по две вместе и провязала резинку один на один общая ширина вот от тамбурного шва до верха у меня составляет пять сантиметров и последние два ряда я вязала полой резинкой один на один полой резинка один на один и потом закрытие петли иглой и имитирующий итальянский набор вот и получилась такая аккуратная красивая обработка горловины посмотрите очень все аккуратно как на фабричном изделии вот и вот с изнаночной стороны аккуратно красиво карман тамбурного из-под тамбурного шва карман гладью я вязала на спицах три с половиной миллиметра дальше я перешла на спицы три миллиметра и отвязала половину то есть два с половиной сантиметра если от тамбурного шва считать резинка один на один потом я перешла на спицы два миллиметра и оставшуюся часть резинки один на один включая полую резинку я делала на спицах два миллиметра то есть три с половиной миллиметра мы провязали потом ушли на два с половиной и остатки на спицах два миллиметра и таким образом у меня горловина не вот так топорщится она лежит аккуратно по шее вот только благодаря тому что я здесь сменила номер спицы как бы стянула верх горловины относительно нижней части горловина связана приступаем к рукавам в данном изделии я отметила взяла сантиметровую ленту я знаю что у меня рукав здесь 17 сантиметров значит и здесь я отметила 17 сантиметров поставила маркер по лицевой стороне по передней стороне и по задней стороне и между маркерами я набрала 110 петель набирала я в следующем ритме набор петель я проводила не из кромочной петли а из той петли которая перед кромочной стоит это делается для того чтобы не было здесь никаких ни дырочек ничего если из кромочной а кромочные петли у нас растянуты будут большие дырки поэтому вот с каждой петли а если вы делали кромочные то кромочные у вас включает две петли пред кромочных поймите ввиду я проговорю сейчас про пред кромочные то есть количество рядов соответствует количеству петель искать 3 петли я набирала 4 пропускала 3 петли набирала 4 пропускала если будете набирать из кромочных то из двух кромочных вам нужно будет набрать 3 петли если как я из пред кромочных 3 набираем 1 пропускаем 3 набираем 1 пропускаем набрала 110 петель и дальше распределила их вот в таком ритме то есть вот мой окат весь 110 петель набранных на спицу здесь у меня шва пока еще нет матрасный шов я сделаю в самом конце то есть у меня раскрыта передняя часть раскрыта спинка и я набрала на папа пройме набрала петли на рукав и вижу вот его мне очень удобно этот шов мне не мешает набрала следующем ритме так 110 петель у меня набрано и я отмечаю 10 раз вот от нижней точки проймы сейчас мы пляшем с вами вот от этой нижней точки проймы вот она вот вот отсюда мы сейчас начинаем идем к центру и от центра от скоса плеча идем дальше вот здесь у нас скос плеча вот тут у нас скос плеча вот здесь вот у нас вот эта линия и отсюда мы маркеры ставим 4 4 4 каждые 4 петли 10 раз по 4 петли мы отмечаем маркерами и потом еще три раза отмечаем по 5 петель 10 раз по 4 петли маркер 4 маркер 4 маркер и последние три раза по 5 петель маркер 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 и начинаем из другой стороны соответственно сюда ставим маркер с середины рукава и с другой стороны симметрично также отделяем и потом начинаем вязать начинаем вязать вот от этой точки то есть я вяжу не снизу рукава я там отрезаю нитку оттуда я начинала набор вот так вот набрала здесь отрезала нитку дошла вот до этого места у меня же здесь получается от этой точки влево и вправо по 5 петель вот 5 петель сюда и 5 петель сюда вот до этих 5 петель я дошла и начинаю отсюда вязать провязала 5 плюс 5 петель развернулась провязала 5 5 и еще захватила до следующего маркера провязала сюда до следующего маркера сюда 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 формирует таким образом окат рукава окат рукава у меня повторюсь 8 сантиметров вяжу таким образом формирую окат рукава головку рукава да вот окат рукава до тех пор пока не дойду до самой до самой подмышки с одной стороны и с другой стороны и потом начинаю вязать вяжу я в не в круговую раз у меня здесь будет шов по изделию то соответственно этот же шов переходит и дальше по рукаву так красиво если бы у меня здесь швов не было то здесь бы шва не было если шов есть то здесь он будет вот поэтому я рукав вязала обратно поворотными рядами но просто не в круговую а раздельно вот провязала я получается надо надо провязать я провязала больше еще пока не распустила я провязал надо провязать от подмышки на мой размер 39 сантиметров прямо здесь вяжем прямо рукав больше никаких не прибавок ничего желание дочери чтоб рукав был прямой поэтому широкий прямой рукав вяжем прямо доходим 39 сантиметров и дальше вывязываем резинку два на один на всех петлях и закрывала я обычной протяжкой резинка два на один хорошо смотрится закрытием обычной протяжкой вот и все один рукав и другой и нам осталось только шить изделие сшиваем часть изделия у меня когда я делаю наборный край у меня остается хвостик этим хвостиком я сшиваю изделие сюда и потом когда я довязываю рукав у меня здесь тоже остается хвостик этим хвостиком я связываю сшиваю сюда то есть у меня получается вот здесь тютелька в тютельку резинка совпадает и здесь совпадает и с этой стороны рукава я отсюда начинаю вверх вязать резинка совпадает и вижу дальше если какой-то где-то перекосик есть он уходит весь на подмышку вот сюда как где его никто никогда не увидит если вдруг какой-то будет перекос он у вас вот досюда и отсюда я вижу уже вот здесь он будет чтобы не сюда его вывести на низ изделия или на низ рукава а сделать это в центр изделия где там можно варьировать уже никто не увидит вот такая еще хитрость у меня пришивание изделий ну и все мои дорогие друзья изделие вяжется достаточно быстро пряжа достаточно толстая 219 метров на 100 грамм это толстенькая пряжа ну и все могу сказать что размер изделия я вам уже сказала какие у меня были у меня у дочери обхват груди 90 сантиметров поэтому бедра тоже 90 поэтому вот на 90 сантиметров у меня ширина изделий 57 сантиметров это оверсайз спущенное плечо вот такая модель вот сделайте еще раз скриншот если вам это нужно мои дорогие друзья я благодарю вас за внимание я желаю вам всего самого-самого доброго но я с вами буду прощаться до скорых встреч и пока пока